Вот и настал день, когда Аланья проведет свой, возможно, самый громкий матч за новейшую историю существования. В 1-4 финале Кубка России наша команда сразится с действующим чемпионом трех последних розыгрышей российской премьер-лиги. 100% знаем, мы не только верим в команду, мы знаем, что Аланья сегодня победит. Ирот на 1-2! По моим прогнозам где-то будет счет 2-1. В пользу Аланья. Как Белла думает? Я думаю, что будет 2-0. Поддерживаем команду, верим в команду, болеем с детства и надеюсь, что эта культура боления у нас будет процветать и процветать и в ближайшее время у нас будет статья. Особое внимание в день матча было уделено детям, вынужденным переселенцам из Донбасса. Помимо поездки на матч 1-4 финала, их ждало еще несколько сюрпризов. А за какой футбольный клуб болеешь? Я болею за Шахтера. А как думаешь, сегодня кто победит, Аланья или Зенит? Зенит. А почему так? Ну, Аланья как бы во втором дивизионе играет, довольно слабая команда, но бюджет у нее не такой большой, как у Зенита. Кирилл, ты любишь футбол? Да, я занимался год. А за какой футбольный клуб болеешь? За Аланью. За Аланью? Уже за Аланью или всегда болел за Аланью? Ну, уже. А раньше за какой клуб болеешь? За Зенит. За Зенит, вот оно как. Такое интересное было состояние прошлого и настоящего получаются. А еще говорят, что Аланья не может, может не выйти в высшую лигу, и за сегодня она будет бороться до смерти. Как думаешь, это поможет? Ну, 50 на 50. Тут не только, иногда и удача решает. Как думаешь, удача сегодня будет на Честере? На Зенит. А как думаешь, сегодня кто победит? Думаю, Аланья. А с каким счетом? Не знаю, 3-0 или 3-2. А вообще, какие ожидания у тебя от матча? Рад, что едешь? Да, рад. Это первый мой матч, вообще-то. Первый раз на футболе? И уже видишь, одна четвертая кубка. Угу. Многомодом одевать. Вот, не у тебя. Все болельщики пребывали в отличном настроении. Уже в автобусе они начали разогреваться. Ведь именно на матче со столь серьезным соперником наша команда нуждалась в особой поддержке. Владикавказ, края твои огни в глазах у нас. Мы твой покой сумеем сохранить. Ты спи, мой город, отдыхай. Восне о радости мечтай. Растанет время, час пробьет. И счастье снова к нам придет. И ты спой. Сегодня у нас прям день акций такой небольшой, благотворительных. Первая акция, которую мы реализовали для вынужденных переселенцев из республики ЛДНР, мы отвезли ребят с их родителями в Грозненский дельфинарий. Совместными усилиями волонтерской роты боевого братства вплоть до федерального уровня футбольным клубом «Алания» мы реализовали вот такую акцию. Также нам помог фонд благотворительный имени Ахмата Кадырова. Помимо похода в дельфинарию, у нас также будет еще идти акция на самом футбольном матче, куда мы поедем после дельфинария. Ребята 22 человека, 11 человек будут идти с футбольным клубом «Алани», 11 человек будут идти с футбольным клубом «Зенитом». Каждому ребенку выделена майка именная под естественную стилистику футбольного клуба. И они вместе с футболистами выйдут на поле. Но самое интересное, как детей, так и всех болельщиков ожидало на самом матче. Еще до игры кричалки и песни фанатов «Алани» звучали на весь Грозный. С первых минут поединка красно-желтые дали понять чемпионам страны, что легкой победы сегодня не будет. «Алания» решила не подстраиваться под столь звездного соперника, а играла в свой агрессивный футбол. Подопечные Спартака Гогниева старались контролировать игру. Команде с берегов Невы лишь изредка удавалось создавать острые моменты у ворот Солдатенко. После перерыва Владикавказцы стали действовать еще активнее. В начале тайма мог отличиться Засеев, но его удар прошел рядом со штангой. Остинский коллектив продолжал оказывать давление на ворота соперника и на 56-й минуте открыл счет. После розыгрыша углового Батрас Гурциев великолепным ударом отправил снаряд точно в угол. Пропустив, питерцы бросились отыгрываться. Тренерский штаб «Зенита» усилил игру заменами. На 71-й минуте матча Дуглас Сантос в результате быстрой многоходовки сравнял счет. А еще через 12 минут Сергея вывел гостей вперед. В честь Алании она не бросила играть и была вознаграждена. А уже в компенсированное ко второму тайму время случилось это. А в серии после матчевых пенальти футболисты из Северной Осетии оказались точнее чемпионов России. Коллектив команды с победой лично поздравил глава Северной Осетии Сергей Иванович. Соперник Владикавказской команды по полуфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в четверг. Давид Кустанов, Давид Хугаев, 15-й регион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...